видели такое мало 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 да и теперь у меня 0 все приветствую сегодня покажу как легко получить на таком моторе 0 чтобы ваш ваттметр показывал 0 и на такие ролики я натыкался тоже с конденсаторами играются с трансформаторами так далее и все это конечно очередной опыт но счетчик то думает по-другому считает у нас да да давайте по порядку там несколько человек спрашивали поиграться хотят в общем если у вас есть конденсаторы трехфазный мотор и вы хотите понизить на нем потребление без потери мощности так я это проделывал на меня был на полторы тысячи моторы примерно по моему полтора киловатта ролик кстати там есть я даже показывал принципе мне не тяжело показать еще раз допустим такой мотор найти тяжело их давно наверно не выпускают дело в том что на ю тубе я нашел пару штук таких где мотор сразу на три тысячи на полторы тысячи также нашел генератор там один и не помню он грузин армян или кто токарными делами занимается ему попался мотор с генератором внутри в общем мотор и генератор в одном такой бы поймать мне конечно было бы гораздо интереснее ну не везет езжу я частенько в общем по порядку представляем что это у вас трехфазный мотор допустим на полторы тысячи допустим полтора киловатта здесь у вас стоят перемычки то есть он подключен у вас звездой допустим вы задействовали две вот этих вот обмотки фазой 0 и сюда подключаете пусковой конденсатор запустили его и потом подсоединяйте например на полтора киловатта полторы тысячи допустим 10 микрофарад сюда пробуйте ну то есть вот сюда на нерабочую и рабочую и смотрим потребление конденсатор сразу не взорвется не пугайтесь ему надо нагреться сильно если вдруг он не подходит он начнет греться его с ним может вот такое произойти у меня вот произошло с одним вот с этой пары тут набор на 16 микрофарад и один бахнул в общем то он скорее всего от старости с ним это произошло потому что вот я поставил другой 8 микрофарад он нормально работает не греется этот видать уже просто его время пришло он бахнул конденсатор и конечно потом при работе надо пробовать иногда проверять температуру смотреть чтоб не грелись в общем сюда подключаем допустим 10 микрофарад смотрим потребление упало пробуем там повышать допустим 11 12 если понижение идет до тех до минимума если начал опять повышаться значит возвращаемся в общем выбираем минимум самый когда вы нашли самый минимум на ватт метре показывает у вас затем берем еще два таких же или один если допустим вот как у меня в данном случае 16 микрофарада но нету я делаю по 2 по 8 до получается 16 то же самое в общем делаем 3 штуки допустим вас 10 микрофарад минимум показал надо вам 10 микрофарад 3 штуки подключаем один на эти клеммы один на эти клеммы и один на крайние клеммы и потом снова смотрим но у меня так было что на половину просто мотор потребление снизил на половину допустим он на холостых там работал скажем 130 по моему где-то примерно я не помню 140 что такое в результате там получилось у меня 65 допустим ватт по трехтысячнику немножко другая система трехтысячник тоже также запускаем допустим и тут нужен нам пусковой конденсатор и потом дополнительно подбираем также конденсатор пробуем но я не помню сейчас врать не буду на наждаке я понизил там не помню один конденсатор я использовал или два ну в общем методом тыка ищем по вот метру смотрим минимальное потребление это все по минимальному потреблению сейчас я включу и покажу как легко сделать ноль такие ролики я находил ну как бы 00 ну сейчас мы посмотрим выключим на выключатели надо его не включить правда вот это защита блин так неправильно включил не работает он у меня как трансформатор значит надо поменять вилку местами вот он загудел сейчас я его запущу одну рукой неудобно не надо пусковой индикатор он почему-то сразу не запускается так то есть работает когда потом хочет запуститься хочет не запуститься в общем проще не спусковыми сейчас я это проделаю я его запустил сейчас он почему-то у меня чуть чуть больше показывает не 2 ватт 9 ватт и даже не прыгает а 6 9 ну чуть-чуть 15 13 надо ему чуть поработать чтобы произошел тот эффект который нам нужен чтобы он показал нам ноль но где-то 9 6 то было 31 до до 0 теперь вот не знаю что у меня тут случилось может быть из-за того что я конденсатор поменял или я тут еще немножко игрался эти конденсаторы менял до 20 вольтов ваттная лампочка так и светит у меня возможно я тут какие-то конденсаторы поменял немножко еще тут игрался смотрел все как тут работает чтобы понять почему у меня счетчик считает ну в общем-то все очень просто на самом деле сейчас мы сделаем ну вот так покажу чтоб видно было сейчас он уже должен сработать видели какой волну и теперь у меня 0 хорошо надеюсь видно что 0 видите да если я сейчас опять включу выключатель у меня мотор запрыгает но ненадолго попрыгает и потом какой режим предстартовый войдет поэтому лучше его выключить с розетки и сейчас я все объясню дело в том что таких на такие ролики я попадал ни один раз где люди делаю с трансформаторами конденсаторами и выходят в ноль мне тоже это интересно было и как бы я бы мог так и оставить но так как меня интересует другое меня интересует реальность я сейчас расскажу что тут происходит дело в том что ноль у меня тут идет через трансформатор через трансформатор вот через конденсатор и и вот на вторую обмотку и 2 2 конденсатор вот на 16 идет вот на эту крайнюю то есть это не работает обмотка это на 3000 но факт то что ноль идет сюда да входит все равно на другие обмотки не знаю почему он так работает он по идее не должен работать но он работает но дело в том что получается я выключаю на выключатель или именно 0 каким образом этот 0 туда поступает я представление не имею но факту что он работает и как вы видели на вот метре показывает ноль но счетчик это все считает счетчик сделал через активности и даже если я возьму отсюда ноль и что-то подключу я уже рассказывал и он а фаза будет через счетчик идти то счетчик будет считать у него такая система неважно откуда я взял ноль фаза если идет через счетчик то он будет считать вот такая вот фигня конечно вот это интересно мне самому я немножко не понимаю в данный момент как это может работать но тем не менее это работает вот рабочая она подключена у меня то есть вот через этот кабель вот они провода выходят на эту сторону и вот здесь у меня подключены конденсаторы и фаза с нолем подключаю здесь ноль да по идее у меня сюда на рабочую обмотку не идет ноль вот он ноль у меня идет вот на эти но тем не менее он работает я не должен так работать но работает но ватт-метр показывает ноль а счетчик будет считать я проверил уже проверил счетчик как у меня подключены чтоб фаза была на фазе 0 на 0 и сюда я включил точно так же все и через счетчик я подключил и у меня все счетчик заработал в общем теперь мои тесты продолжатся немножко в другом режиме теперь я делаю новую резетку вот эту я уберу сделаю нормальную резетку где-нибудь здесь прибамбахаю именно счетчика и ватт-метр воткнул туда в ту резетку то есть у меня будет идти через счетчики через ватт-метр и потом я только буду смотреть показания то что это работает это все хорошо это интересно это немножко странно непонятно но факту что нам надо чтобы у нас счетчик не показывал но если у кого-то вдруг старые счетчики если еще есть доступ вот туда где моя отверточка вот она вот она отверточка вот тут у меня фаза но он сейчас не включены тут фаза есть 0 ну в принципе если вдруг у кого-то есть доступ то ну по крайней мере казахстане я делал же все таки это у меня был доступ у меня пломбы были я мог снять просто все и так отмотать мог сделать как угодно потом опломбировать и все если есть такая возможность конечно делается все просто виде одного провода делается сюда два провода на вход на фазу и на вход на 0 2 провода в виде одного то есть чтобы выглядел как один и где-то дальше делается переключатель то провода вот так включены то вот так включены и дальше после выключателя уже идут два провода как положено в общем когда вы включаете выключатель у вас допустим фаза идет сюда а 0 сюда и счетчик нормально работает потом переключаете переключатель у вас фаза идет сюда но лидию сюда и у вас счетчик не работает это такое простейший вариант ну опять же это говорю доступ но это у нас считается воровством делать это не делать это ваше дело то время я делал без зазрение совести и мне как бы по барабану было у меня там просто ноль этом накидывал 0 дополнительно у меня под любой нагрузкой все там едва едва он крутился хоть 5 киловатт цепляй хоть 10 неважно теперь переходить надо в новый режим все-таки вот это мне немножко я отвлекся с трансформатором на землю но понимаю что тут идет генерация и скорее всего мне надо если я сделаю то есть буду пытаться его в качестве генератора запустить вторую вот эту обмотку может быть получится не знаю я буду пробовать пока а если не получится все равно между делом буду искать пусковые конденсаторы чтобы запустить 3000 а потом уже на этих обмотках на полторы тысячи которые играться потому что если он полторы тысячи крутит то вот эта система в генерацию скорее всего не войдет но пробовать я буду посмотрим с помощью конденсаторов трансформатор не знаю тоже попробую что нибудь но факт то что ваттметр у нас легко обмануть а вот счетчиком уже другая ситуация и тут тут вообще я не понимаю почему он работает он не должен работать ну как то вот так надеюсь все понятно объяснил вопросов больше не будет потому что некоторые хотят поиграться но самый если простой двигатель это понижение потребления дальше там я сколько перелопатил ничего серьезного вы уже навряд ли сделаете если конечно бы еще как вот я видел два в одном мотор и генератор с тем поиграться но езжу на металлоприемку вдруг а вдруг попадется попытка как говорится не пытка ну вот так вот вот такой вот вам ноль вроде бы ноль но в то же время он и не ноль на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока 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 пока